Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как и чему учатся волонтеры? Что входит в образовательную программу для добровольцев и кто может стать ее участником? Об этом говорим сегодня в нашей студии директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев, начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения Мария Эльминская и начальник отдела молодежной политики Департамента культуры, туризма и молодежной политики Екатерина Щенина. Здравствуйте, Екатерина, Мария и Сергей. Давайте поговорим вообще в целом о волонтерском движении в Самарской области и в Самаре в частности, что оно на нынешний день из себя представляет. Потому что мы пережили такой бум волонтерского движения, когда каждый, я не знаю, наверное, третий или пятый в него входил. Вот что сегодня утихло? Утих такой интерес или нет? Или он поддерживается на постоянном уровне? Вот кто может охарактеризовать? Ну, давайте тогда начну я. Прежде всего, вся молодежная политика, да, она у нас регламентируется таким документом, как основа государственной молодежной политики. И в этом документе очень четко прописано, что волонтерское движение, добровольческое движение, да, мы используем эти слова как синонимы, оно на территории Российской Федерации развиваться будет, оно развиваться должно. И это одна из самых продуктивных форм работы на сегодняшний день с молодежью. Потому что, прежде всего, именно эта форма деятельности, занятости молодежи позволяет раскрыть максимальные возможности для молодого человека сегодня и показать, что существует, что можно посмотреть, куда можно пойти и что следует выбрать. Да. Вот в Самарском доме молодежи вы конкретно этим занимаетесь. На примере вот этой деятельности расскажите, с чем вы сталкиваетесь, какие направления волонтерства в Самаре? Ну, на самом деле, в Самаре развит очень широкий пул направления волонтерства. И волонтерское движение, оно в стране и в нашем регионе, в частности, с каждым днем приобретает все более широкий охват и большую актуальность. Вообще, можно сказать, что вот такой бум волонтерского движения, он начался с того, когда в стране стали происходить крупные спортивные мероприятия. Мы все хорошо помним и универсиаду 2013 года в Казани, и Олимпиаду 2013 года в Сочи. Конечно же, в Самарской области, как и всей стране, предстоит принять крупнейшее спортивное событие чемпионат мира по футболу 2018 года. Но я бы хотел отметить, что добровольчество не ограничивается вот этим направлением, спортивным волонтерством. На данный момент мы развиваем огромное количество направлений, таких как, например, социальное добровольчество. Здесь основные задачи добровольцев, волонтеров состоят в помощи инвалидам, малоимущим гражданам, работая с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, помощь ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны в том числе. Здесь в прошлом году образовалось целое направление, целая общественная организация всероссийская «Волонтеры Победы». Она вышла с такого движения, которое называлось «Волонтеры 70», и стала таким постоянным, и оно тоже поддерживается на территории городского округа Самара. Не так давно в ходе всероссийского форума «Территория смыслов» на Клязьме было презентовано, например, такое новое направление, как «Волонтеры-медики», которое тоже уже здесь у нас на территории Самары поддержано, организовано Самарское региональное отделение, и, соответственно, мы тоже поддержкой данного направления начали заниматься. То, что вы говорите, это очень серьезно. И когда вы перечисляли в первой категории, с кем работают волонтеры в первый раз, это и ветераны, инвалиды, дети, это же очень серьезно ответственно, и тем более медицинское направление. Хотелось бы уточнить, как ведется образование профессиональное медицинское у волонтеров, потому что не может просто человек прийти, студент, к ветерану или к ребенку, и начать его лечить, так скажем, если есть такое. Ну или помогать, как-то вот направлять в этом. Вот что предусмотрено конкретно? Ну, вообще можно сказать, что в целом на базе Самарского дома молодежи три года назад был образован городской волонтерский центр, задачами которого является такая координация и объединение волонтерских организаций и волонтеров на территории городского округа Самары. На данный момент уже более 500 ребят состоят в городском волонтерском центре, такой костяк, пул тех ребят, которые не одноразово, а многократно принимают участие в тех или иных волонтерских мероприятиях, волонтерских акциях. И вот важно то, что мы постоянно проводим обучение волонтеров, то есть мы проводим подготовку волонтеров, здесь имеются в виду и какие-то разовые образовательные курсы, то есть перед каждым крупным мероприятием проводятся инструктажи, проводятся встречи с волонтерами, рассказывается технология проведения конкретного мероприятия, задачи волонтеров, они распределяются по функциональным обязанностям эти волонтеры, но кроме вот такого ситуативного подхода, то есть подхода перед мероприятием, проходит и плановое обучение волонтеров по направлению. Вот такое плановое обучение мы сейчас начинаем, это будет большой образовательный блок, мы будем обучать волонтеров по шести различным направлениям, в течение двух месяцев будет проходить вот эти образовательные курсы с общим охватом более 300 ребят, которые посетят данное мероприятие. Я думаю, что Маша может поподробнее рассказать о том, что конкретно нужно делать волонтеру, который хочет принять участие в этой образовательной программе, когда это начнется, что нужно сделать до этого срока, с чем определиться? На данном этапе мы уже приняли заявки и около 400 человек изъявили свое активное желание участвовать в этих образовательных сессиях. Для телезрителей просто скажу, что еще прием заявок идет, но стоит поторопиться, буквально еще один денек мы будем принимать заявки для участия. Для того, чтобы при участии, достаточно зайти к нам на официальный сайт Самарского дома молодежи или в нашу официальную группу в социальной сети ВКонтакте, там размещена вся необходимая информация, надо заполнить небольшую анкетку, зарегистрироваться, после чего будет проводиться отбор на конкурсной основе. Не каждый, кто захочет, сможет. Но обучение бесплатное, да? Это тоже важно очень услышать. Мария, вот по каким направлениям вы, что ли? Как уже Сергей отметил, это шесть блоков. В первую очередь социальное добровольчество, будем охватывать социальные акции, проекты, спортивное волонтерство, которое является очень модным. Новое направление, добровольческое движение в российском движении школьников. То есть у нас есть стартовая школа, которая занимается активно этим направлением. Это школа номер 163. И добровольцы это школьники? Да, конечно. Конечно, добровольцы школьники, которые активно проявляют себя, активно проявляют свою гражданскую позицию. Также новое направление волонтеры-медики, руководители волонтерских центров и координаторы волонтеров на каких-то мероприятиях. А также... А как называется в общем программа? Как называется? Волонтеры-профи. Профи. Вот ключевое слово профи. От этого такого, как вы сказали, ситуативного волонтера, который где-то что-то прорвало, он побежал и ликвидировал что-то, помог бабушке вынести ведро с мусором и так далее. Нужно переходить действительно к такому серьезному ответственному делу. Екатерина, хотел спросить вас, если все это так серьезно, кто преподает в этой образовательной программе, кто учит? Потому что это тоже накладывает определенную ответственность. Конечно, это эксперты. Эксперты в различных отраслях, прежде всего в добровольческом движении, в развитии добровольческого движения. Это очень опытные люди, это педагогический состав наших вузов, это руководители добровольческих организаций городского округа Самара, и это те тренеры, которые уже себя зарекомендовали как лучшие в работе с молодежью. Они, безусловно, очень интересные, каждый из них самобытен. Это очень опытные люди, которые уже не раз помогали в мероприятиях, в молодежной политике. То есть образование в виде лекций, да? В рабочий самарский дом молодежи. Эксперт и... Конечно, это не только лекции, это тренинговые занятия, различные интерактивные формы, которые позволяют вовлечь ребят и сделать так, чтобы их глаза горели, чтобы им нравилось, чтобы было интересно. И чтобы процесс добровольчества, скажем так, ну, оставил незгодимый след в жизни, чтобы этим хотелось заниматься все больше и больше и больше. А в результате они получат какие-то корочки? Вот или что? Потому что вот нужно же какое-то свидетельство, что курсы пройдены, что ты профи. Действительно, всем, кто успешно пройдет этот образовательный блок, они получат сертификаты о прохождении обучения, смогут эти сертификаты, конечно, положить в свое портфолио. И в дальнейшем это будет преимущество при заявках на серьезные и крупные мероприятия, где уже идет более строгий отбор добровольцев. Соответственно, что касается формата занятий, то, конечно же, здесь мы отходим от классических, как уже Екатерина Сергеевна сказала, отходим от классических подходов лекционных. Занятия все интерактивные, занятия все интересные, предполагают большое количество общения между участниками. Конечно же, на первых занятиях мы из каждой группы будем формировать определенную команду, они будут проходить занятия на командообразование. Кроме того, у нас запланированы такие форматы, как посещение различной выездной обучающей программы. Например, в этом году мы в обязательном порядке на базе нашей публичной библиотеки по договоренности с библиотекой, с департаментом культуры, мы проведем для каждой группы занятия по краеведению. То есть независимо от того, какое направление выберут ребята, каждый из них пройдет такой экспресс обучение по краеведению. Вот интересно, а в связи с чем? Зачем это нужно? Прежде всего, для каждого волонтера самая основная функция, которую он осваивает, это функция гостеприимства. И в любом случае волонтеры, как правило, чаще всего взаимодействуют с гостями мероприятия. И знать о своем городе... Да, чтобы налил чай и не молчать дальше, да, что-то можно рассказать о городе. О своем городе самое интересное должен, прежде всего, конечно, сам волонтер. Поэтому это будет не только бонусом участия в этой программе, в этом мероприятии для самих волонтеров, да, но и это как раз тот вклад в их развитие, который потом необходим нам для использования на мероприятиях. Какая важная инициатива на самом деле, тем более в преддверии Чемпионата мира по футболу, что к нам приедут гости из других стран, что можно будет рассказать, дать информацию, если эти волонтеры будут участвовать и там, а если они будут уже сертификатами, то, скорее всего, они будут и там заняты. Но здесь надо заметить, что наша программа все-таки отдельная, она не связана с чемпионатами 2018. Но здесь есть такой нюанс, что в любом случае на любое крупное мероприятие, как говорил уже Сергей Александрович, требуется волонтер опытный. И чем больше будет опыта и реального участия в мероприятиях у наших ребят, тем, соответственно, больше шансов для них получить, выиграть еще конкурс на крупнейшие мероприятия страны. А как будет проводиться отбор? Вы сказали, что конкурсный отбор, вот даже на эти курсы. Что вы, какие вы смотрите важные приоритеты для вас, чтобы отобрать это участие? Конечно же, основным приоритетом является высокая личная мотивация для участия в этих курсах. То есть, действительно, желание принять участие, понимание возможности посетить все занятия без пропусков этих курсов. Все-таки здесь достаточно плотная образовательная программа. У нас 16 часов предусмотрено для добровольцев, и у нас предусмотрено 28 часов для координаторов и руководителей добровольческих групп по данной программе обучения. То есть, это достаточно такое плотное обучение. Один раз в неделю оно будет проходить в течение 3-4 часов подряд. Во-вторых, конечно же, мы будем смотреть опыт участия волонтеров в добровольческих мероприятиях. То есть, он вот пришел, и это для него обучение сразу, оно является первым, или он уже попробовал себя на каких-то некрупных, может быть, маленьких проектах. И важно, чтобы уже пробовал. Да, и чтобы он, соответственно, уже хотел продолжать, повышать свою квалификацию. То есть, будем смотреть в этом направлении. Плюс ко всему, конечно же, будем смотреть рекомендацию образовательных организаций. Мы здесь очень плотно и тесно работаем с вузами, с профессиональными образовательными организациями, со школами городского округа Самары. Кстати, вот касаемо возраста, я бы хотел на этом моменте остановиться, вы так удивились. На самом деле, возраст волонтера, он практически не имеет границ. И сейчас волонтером, может быть, начиная от самого маленького возраста, от школьного возраста, и до пенсионеров, до глубокого пенсионного возраста набирает такое очень массовое движение волонтеров серебряного возраста, так называемого. И у нас в Самарской области тоже это направление развивается. Поэтому, на самом деле, такое понятие, как возраст для волонтера, это и не первоочередное. Говоря о возрасте, мы всегда знаем, что на какие-то мероприятия есть ограничения нижнего предела возраста. То есть, например, если это мероприятие городского характера, здесь мы, как правило, ставим ограничение 16 лет. Если, например, это уже чемпионат мира по футболу, там идет ограничение 18 лет. Вот именно федеральных волонтеров, которые будут на спортивных площадках. Для городских волонтеров здесь тоже установлена нижняя планка 16 лет. Что касается нашего обучения, то здесь мы ограничились возрастом 14-30 лет. То есть, это как раз те ребята, которые подпадают у нас под определение молодежи, которое нашим региональным законам утверждено, вот в таком возрасте мы... Можно подавать заявки. А там уже в результате конкурса... Мария, вы общаетесь с волонтерами серебряного возраста? Приходят они в том, молодежи? Безусловно, иногда встречаемся на мероприятиях, очень активно себя проявляют эти люди. И у них стоит поучиться. Они действительно как мотивация для молодых волонтеров. А ваше любимое направление в волонтерском движении, вот вы к чему неровно дышите, так скажем? В первую очередь, да, социальное добровольчество, оно самое, пожалуй, нужное. И волонтер, который занимается социальным добровольчеством и всеми остальными, оно проявляет его искренние позывы к занятию этим делом. Вот говорили, что важно и нужно. Я подумала, английский язык не будете изучать на курсах? Потому что вот тоже вроде бы как-то нужно и важно, но... Будет мотивационная, опять же, составляющая в обучении, будут представители таких организаций, как «Айсик» и «Ласточки», которые занимаются международным волонтерством. И они будут призывать молодых людей обучаться английскому языку, чтобы они пошли и записались на курсы или сами начали заниматься. Понятно, но тоже важно. Не обязательно вот учить, да, вот «А» до «Я», а мотивировать это тоже очень важное направление. Екатерина, когда вы говорили, услышала слово «от вас командное», да, вот поняла, что это важно в среде, очень важно в среде волонтеров. Вот этому какое внимание уделяется? Что делать для того, чтобы волонтер был не сам по себе, да, а вот в команде? Волонтер, он всегда не сам по себе. Потому что... Люди-то разные, и волонтер может быть тоже вот таким индивидуалистом. Люди разные. Но умение работать в команде, оно, конечно, бесценно. И прежде всего, это мы будем учить ребят. Первое занятие, правильно, Сергей Александрович? Прежде всего, посвящено сплочению, командообразованию, потому что только помогая друг другу, действительно, можно сделать какое-то хорошее общее дело. Без качественного взаимодействия между собой, волонтеры помочь в мероприятии, действительно, ну, скажем так, могут, но совсем чуть-чуть. А нам нужен максимальный эффект для того, чтобы это было интересно. И здесь вопрос не только в том, чтобы работа, общая работа была более качественной, результативной, а для того, чтобы ребята получили максимум удовольствия от общения, от новых дружеских отношений, от нового взаимодействия. И только вместе этого можно достигнуть. Да, понятно. И еще такой вопрос, что сами волонтеры могут получить в Доме молодежи? Какую конкретную и, может быть, даже практическую, практичную такую помощь? Есть у вас что-то такое? Ну, конечно. Во-первых, мы с волонтерами работаем на системной, постоянной, регулярной основе. То есть вот здесь очень важно отметить, что, да, чемпионат мира будет, какие-то мероприятия уже прошли. От этого необходимость волонтеров не увеличивается, не уменьшается. Волонтеры нужны всегда на огромное количество и мероприятий. Это, так сказать, интуитивное волонтерство, и на огромное количество благотворительных акций, социальных акций. Поэтому в Самарском Доме молодежи с волонтерами выстроена такая постоянная комплексная работа. Ведется база данных волонтеров, ведется рейтинг волонтеров, и это очень важно. То есть мы следим и тем самым в хорошем плане устраиваем такую определенную добрую конкуренцию между ребятами. У нас обязательно проводятся постоянные встречи с волонтерами. Мы проводим для них тимбилдинги, проводим с ними обучение. У нас ребята собираются, чтобы обсудить прошедшие мероприятия, обсудить предстоящие мероприятия. Очень активно идет работа по оказанию консультативной помощи волонтеров. Вот только за последнее время там, да, более 400 консультаций по добровольчеству нами было оказано. То есть с каждым волонтером и в индивидуальном, и в коллективном порядке. Я знаю, что вы даже психологическую и юридическую помощь оказываете. У вас есть такие специалисты? Ну, это немножко другое направление работы. Но в любом случае можно. Тот же волонтер может подойти и воспоминять. Любой молодой человек может обратиться к нам совершенно бесплатно. У нас есть специальный отдел юридической и психологической помощи молодежи, где работают профессиональные юристы с большим опытом работы, профессиональные психологи, которые окажут необходимую квалифицированную помощь и с точки зрения каких-то юридических вопросов в трудовом, семейном законодательстве. Да, как же это важно для молодежи, которые нет еще такого большого опыта и жизненного, да? Кроме того, очень важно, что мы в ногу со временем идем, и через наш официальный сайт можно получить консультацию в электронном виде. Даже так. А вы представлены в соцсетях и, наверное... И в социальных сетях имеется официальный сайт, мы работаем в социальных сетях ВКонтакте. У нас наша официальная группа Самарского дома молодежи на данный момент объединяет более 8500 активных пользователей. Кроме ВКонтакте мы работаем и в социальной сети Инстаграм, достаточно модной сейчас в молодежной среде. На наш официальный сайт samdm.ru имеет огромное количество различных сервисов. И да, по той же программе образовательной можно, там тоже будет получить информацию, да? Конечно. А сколько всего у нас волонтеров в городе или в области? У вас есть такие данные? Это всегда интересно. И они как-то вот фиксируются, регистрируются или нет? Или это такое движение, которое вот невозможно сосчитать вот этих людей? Ну, прежде всего, когда мы говорим о подсчете волонтеров, давайте понимать, что мы говорим о движении волонтеров. Что такое движение, а не организация, да? Это отсутствие такого четкого членства, понимания, сколько людей. Потому что волонтеры — это прежде всего состояние души. То есть если мы должны идти от задачи, если мы сегодня скажем, что нам нужна помощь вот в таком-то мероприятии, то определённое количество людей откликнутся, они станут волонтерами, да? Потому что будут абсолютно безвозмездно в добровольных началах помогать с определённым мероприятием или какой-то задачей. Поэтому волонтеры, прежде всего, это не количество, это качество и это добровольная воля, да? Вот добровольная позиция помогать кому-либо. И всё, наверное, зависит от самого мероприятия или от самой ситуации. Потому что в какой-то ситуации у нас откликнутся все. И мы все с вами будем волонтерами, все как один встанем на поддержку, на защиту или помощь там, где она потребуется от нас. Правильно? И в то же время есть мероприятия или есть задачи, которые не очень интересны для участия, в том числе молодым людям. Мы должны это понимать и уважать их позицию. Потому что люди приходят тоже для того, чтобы быть полезными, быть нужными. И там, где они чувствуют, что их помощь не очень нужна, быть волонтерами они не захотят. И тут вот пригодятся волонтеры серебряного возраста, которые наиболее активны. Возможно. Но если мы, так как мы все-таки ведем статистику, именно считаем тех ребят, которые по факту максимальное количество раз участвуют в мероприятиях, то, конечно, мы говорим о тысячах. Да, ну вот Сергей сказал, что на сайте 8,5 тысяч людей. То уже можно считать, что эти люди интересуются. Есть база данных волонтеров, которые именно в рамках городского волонтерского центра зарегистрировались и принимают активное участие. Мы имеем в виду, вот в подсчет идут те ребята, которые принимали участие в наших мероприятиях два и более раза. Вот таких на данный момент зарегистрировано около 700 человек. Это только в рамках деятельности городского волонтерского центра. Кроме того, Самарский дом молодежи в рамках своих уставных задач, муниципального задания ведет работу с общественными молодежными организациями, оказывает им поддержку. У нас на территории региона около 100 общественных молодежных организаций существует. Около 30 из них ведут очень активную деятельность. Практически в каждой из этих 30 организаций есть добровольческое направление. Есть чисто специализирующие на добровольчестве организации, которые именно занимаются добровольческой деятельностью, добровольческие организации. Они тоже ведут определенные свои базы, свои рейтинги добровольцев. Кроме молодежных организаций есть, например, такая замечательная организация, как Школьная лига волонтеров, которая тоже объединяет определенное количество волонтеров. Вот если очень грубо посчитать тех добровольцев, с которыми, например, Самарский дом молодежи в силу своих задач взаимодействует и на уровне работы с общественными организациями, и на уровне работы и координации непосредственно добровольцев, то смело можно утверждать, что более 10 тысяч таких активных добровольцев на территории города, которые систематически два и более раз участвуют в различных городских, областных, региональных, межрегиональных мероприятиях, есть. И в основном, вот если одним словом сказать, в основном это студенты добровольцы, вот если все-таки проанализировать ситуацию, вы опираетесь на студенчество в большей степени, чем и на школьников или на волонтеров серебряного возраста? Здесь все-таки разные задачи для каждой аудитории. Конечно, да, для молодежной политики, а мы все здесь как раз и из этой среды, для нас, конечно, основная пора для студента, потому что при достижении 18 лет возможности, да, молодого человека, они увеличиваются, и это дает максимальные, скажем так, возможности для взаимодействия, да, для участия. Именно вот ограничение по возрасту, да, возможность нести ответственность за определенный результат. Но, тем не менее, даже те ребята, которые там по достижению 14 лет готовы уже быть волонтерами, и наша задача как раз стоит в том, чтобы создать для них условия, чтобы они пришли и могли поучаствовать, принять участие, это тоже очень важно, потому что для них, например, важным является то, что открываются новые возможности, они видят мир, для них это в том числе и профориентация, да, они вообще, в принципе, понимают, где они живут и что скрывается за стенами школы или их дома. Понятно. Почему подвела к студентам вот такой пример, который у нас в городе произошел совсем недавно. Повысили цены на стоимость проезда в общественном транспорте. Студенты недовольны. Вот какой механизм, как могут студенты, в том числе, среди которых есть и волонтеры, решить эту проблему? С кем им нужно взаимодействовать для этого? И вот с властью, вот мой вопрос, к чему сводится. Вообще, с кем взаимодействуют волонтеры и молодежь активная, в том числе студенты, чтобы решить свои какие-то проблемы? А у студентов я их, наверное, не только произною, но еще... Давайте отвечу на ваш конкретный вопрос. Буквально недавно, на прошлой неделе, 5 октября, глава Самары Олег Борисович Фурсов вместе с председателем Думы Галина Геннадьевна Андреянова встречались с молодежью. Встречались с лидерами студенческих организаций, молодежных организаций, с представителями общественно-молодежного парламента Придумы Городского округа Самара. И как раз-таки на этой встрече Алексей Люлин, председатель ассоциации профсоюзных организаций студентов, задал этот вопрос о поднятии стоимости проезда. Еще поднять? О том, что действительно это в определенном плане ощутимо и ощутилось студенчеством, на что Олег Борисович, конечно же, очень правильно отметил, что вот это повышение, ну, во-первых, оно обусловлено определенными экономическими факторами, но Олег Борисович пообещал, что рассмотрит вариант адресной поддержки нуждающимся студентам. То есть действительно тем студентам, на кого это повышение оказало существенное влияние, наша городская власть готова оказывать помощь, и вот этот механизм взаимодействия, он достаточно простой, достаточно быстрый. У нас на территории города существует и молодежный совет при администрации городского округа Самара, у нас существует и общественный молодежный парламент Придумы Городского округа Самара. Любой молодой человек может обратиться в Самарский дом молодежи, собственно говоря, Олег Борисович на этой встрече также сакцентировал это внимание, потому что Самарский дом молодежи является определенной площадкой, которая аккумулирует, а мы уже посредством профильного департамента и в целом администрации города эти вопросы выносим на самый высокий уровень, и они на самом деле решаются. Да, 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 вот это и ценно, что взаимодействие нужны. Вот этот формат открытого диалога между молодежью и властью, он у нас достаточно хорошо работает, существует, и есть огромное количество различных площадок, которые позволяют свое мнение высказать и решать те или иные проблемы. И более того, молодежь этим пользуется, очень активно пользуется, и вот опять-таки наш глава города Олег Борисович, он сам выходит из молодежной политики, и на самом деле за последние полтора года встречи с молодежью, они носят очень регулярный, постоянный характер. И вот закрывая вот эту встречу 5-го числа, Олег Борисович опять подтвердил, что он готов ежеквартально, при необходимости и чаще встречаться с молодежью и обсуждать все насущные проблемы. Понятно, ну это отрадно слышать, что такая поддержка городской власти, молодежных движений и таких предложений. Екатерина, скажите, пожалуйста, все-таки про вот наша основная тема, вот это образование волонтеров. Напомните еще раз, у нас буквально минута с лишним остается, вот что может волонтер получить на этих образовательных вот курсах по этой программе? Прежде всего это опыт и знания, это необходимые навыки и умения, которые пригодятся волонтеру при участии в мероприятиях, да, там где он будет помогать. Там уже не будет времени учиться, там уже будет нужно выполнять определенную работу и получать от этого удовольствие процесса. Вот, поэтому учиться лучше заранее, лучше задать все интересующие вопросы, уточнить все нюансы у опытных ребят, которые уже были на мероприятиях, которые могут об этом рассказать. У экспертов, которые в том числе являются организаторами этих мероприятий, всегда участвуют в процессе. Лучше всегда готовиться заранее, потому что даже самим ребятам, когда они оказываются первый раз в незнакомой обстановке, требуется время, чтобы сориентироваться. И вот как раз наши курсы помогают вот эту стадию, да, эту первую ступень пройти, получить уверенность в себе. Спасибо большое, Мария. В общем, заявки вы еще принимаете. Да, ждем, ждем до следующего утра. Еще заявки можно, значит, отправлять, пройдет конкурсный отбор. И с какого числа обучения уже? 24 октября, с понедельника. Да, вот это тоже очень важная информация. Спасибо вам большое за то, что вы проводите такую работу среди волонтеров. Это действительно важно. Не зря программа называется «Волонтер-профи», да? Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо.